Привет! Вы на канале «Русские в Израиле». Около месяца мы не выкладывали видео на наш канал. И это было связано с тем, что у нас начался очень напряженный график. Дело в том, что сразу, как сняли карантин, мы продолжили учебу в Ульпане. Каждый день с 8 до часа. Мы убегали чуть пораньше с учебы, так как нам обоим нужно было бежать на работу. Я на свою, Андрей на свою. Но в нашем марафоне сейчас есть передышка. Буквально вчера учеба закончилась, и мы сдали экзамены по ивриту. Альга Сабланута, Альга Сиурим, Лурак Сиурим, Сипурим, Альга Истрагель, Альга Масур... Рита сдала сразу на БЭД, а я на Аль. Ну, я просто дал форум слабому полу. Хотя, если честно, слабым его называть в Израиле нельзя. Это не толерантно. А во-вторых, правда состоит в том, что девушки в нашей группе показали себя более способными к языку. 4 человека из 30, кто пришел учиться, сдали на уровень БЭД. И это были только девушки. Около 11 сдали Алиф, а остальные по разным причинам не дошли до конца. И у всех есть свои причины. Конечно, это связано в основном с коронокризисом и необходимостью пойти работать. В этом видео мы будем заниматься пропагандой учебы в Ульпане. Это наше мнение, которое мы сами выработали, живя здесь в Израиле. Конечно, есть и другое. И мы часто слышали, что Ульпан ничего не дает. Лучше идти работать в магазин, чтобы быстро заговорить. Доля правды, конечно, в этом есть. Но есть одно но. Во-первых, на работе, скорее всего, ты будешь говорить на уличном Ульпане с очень ограниченным словарным запасом, который употребляется только там. Во-вторых, писать и читать, работая на кассе, ты не научишься. И это возможно сделать, только сидя за тетрадками, с таблицами и правилами перед глазами. Поэтому в нашем понимании, если вы хотите в Израиле двигаться вверх и развиваться, необходимо учить иврит во всех его проявлениях. В чтении, в письме и в разговоре. Армонот – это женский род, множественное число. Армон, армон, ешь, мы говорим об одном. Как проходит языковая практика с учителем? Конечно, прожить в Израиле без языка можно. Например, работая рабочим, подсобником, грузчиком, уборщиком. там, где не обязательно знать иврит. Там нужно только понимать команды начальника и правильно на них реагировать. Их обычно немного, и за несколько месяцев можно свободно начать говорить на уровне тех постоянных предложений, которые встречаются на той работе. Сразу хочу сказать, что работая на этих профессиях в Израиле, можно жить? Да, можно, но придется работать большее количество часов, чем мы привыкли. В этом-то вся ирония. Чтобы жить хорошо, нужно тратить силы и время. Без этого никак. В любом случае придется потратить эти ресурсы. Например, кто-то выбирает отдать свободные силы и время, вкладывая в свое образование и улучшение своих навыков. А кто-то, не захотев делать эти усилия сейчас, в любом случае потеряет это время потом. Но не за тетрадками, а за станком. Джеймс Клир в одной из своих книг хорошо сформулировал эту идею. Тот, кто ты есть сейчас, это результат твоих действий в прошлом. Просто немного запаздывающий. И еще одна его мысль. Твое физическое здоровье – это запаздывающий показатель твоих привычек в еде. Например, если выпить банку, колы, то показатель здоровья резко не снизится. Но если делать это часто, то в будущем обязательно будет проблема со здоровьем. Твоя работа и твой доход сейчас – это запаздывающий показатель твоих увлечений и привычек в прошлом. Проводить время праздно, смотря бессмысленные приколы на ютубе или играя в компьютерные игры, на данный момент времени – это, конечно, не понизит твое благосостояние и конкурентность на рынке труда. Но если делать это часто, то в будущем, с неким запозданием, это обязательно произойдет. У нас есть разные знакомые, которые прожили без Ульпана от 3 до 10 лет. И они в один голос говорят, что все равно хотят пройти учебу в Ульпане, потому что не знают грамматику. Поэтому, говоря об изучении еврита, лучше всего сразу его учить, как вы решили репатрироваться. И по приезду обязательно учиться в Ульпане, тем более, что государство отдает для этого время и деньги. В Ульпане, помимо языка, вы приобретете социум, друзей, знакомых и определенную поддержку. Ульпан возят на экскурсии, знакомят с Израилем, туда приходят разные службы, которые помогают устроиться на работу и вообще консультируют по разным вопросам. После окончания вам дадут баучер, который вы можете использовать для дальнейшего образования. Бесплатно пройти какие-то курсы и получить профессию. Все это длинный путь и придется потратить много сил и времени. Но если не потратить его сейчас, в первые годы, придется потом все равно его потратить, работая по пятницам и по 12 часов в день. Пусть эта мысль будет главной мотивацией для нас всех. Нам тоже это нужно. Ведь мы вновь записались на разговорный курс Алиф Плюс. И через неделю снова начнется наш новый марафон ранних подъемов учебы, работы и стресса. А еще мы бы хотели рассказать, как проходит сам процесс обучения в Ульпане. Учеба с 8 до часу. Есть два перерыва по 10 минут и один перерыв в 30 минут. Обычно эти перерывы проходят интересно в общении и с чаепитиями. На уроке есть разные формы преподавания. И мультики смотрим, и песни поем, и рисуем, и хором учим слова. Есть задания в телефонах, диалоги между собой и разные сценки у доски. Далее дается домашнее задание в таком объеме, что по-хорошему его нужно делать пару часов. В Ульпан приходят разные службы поздравлять с праздниками и дарить подарки. Итак, наше личное мнение. Если вы хотите легкой абсорбции, то Ульпан – это отличное начало. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Мы здесь будем появляться чаще. И как говорит Джеймс Кук, третья фраза за сегодня. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Джеймс Кук – это пират какой-то. Наверное, да, мы там про тупые говорили. Ладно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...